Уважаемые члены Совета Безопасности, уважаемые друзья, сегодня, как и планировалось, мы рассмотрим проект обновленной концепции национальной безопасности страны. Сразу скажу, принятый в 2010 году документ не потерял своей актуальности. Более того, выстроенная в соответствии с его положениями система национальной безопасности продемонстрировала свою эффективность, в том числе в самый острый период внешнего давления на Беларусь. Опробированный на многих странах механизм так называемого политического терроризма в свое время здесь не сработал. И сегодня мы вполне адекватно реагируем на очередные брошенные нам вызовы, провокации, санкции, политические ультиматумы и прочее. Но все испытания – это, прежде всего, опыт. А опыт – это бесценный материал для разработки стратегии дальнейшего развития. Адаптация концепции национальной безопасности под реалии сегодняшнего дня – вполне логичный и очень своевременный шаг. Вы видите, что в современную международную повестку вернулись элементы холодной войны. Гонка вооружений, ядерный шантаж со стороны лидеров отдельных западных государств. Очевиден рост угроз агрессивного национализма и экстремизма в различных формах их проявления. Поднимает голову идеология неофашизма. Не снижаются риски распространения наркотиков, торговли людьми, нелегальной миграции, которая также используется для достижения политических целей. Тенденция к глобальной культурной унификации, в том числе под нетрадиционные явления, ставит под угрозу основу основ национального государства наши моральные принципы, исконные ценности, историческую память. Это происходит на фоне истощения экосистемы, нехватки ресурсов, глобального изменения климата, роста нагрузки на окружающую среду, демографического кризиса, опасности новой волны разного рода пандемии. Все эти угрозы возникли не вчера. Геополитический интерес к Беларуси со стороны западного гегемона – история не одного столетия. Но технологии и методы ведения гибридных войн постоянно совершенствуются. А мы должны смотреть еще дальше и работать на опережение. Поэтому на 6-м Всебелорусском народном собрании мной было дано поручение модернизировать концепцию национальной безопасности. Как докладывает госсекретариат, проект данного документа готов. Нам предстоит оценить, насколько он соответствует обстановке, которая складывается в мире и вокруг нашей страны. Соизмерима ли предлагаемая система обеспечения национальной безопасности с новыми рисками, вызовами и угрозами. В связи с этим хотел бы услышать от присутствующих членов Совета безопасности ответы на главный вопрос. Первый. Какие новые угрозы национальной безопасности и их источники обозначены в данном проекте концепции? Какие новые положения включены? Главное. Обеспечена ли преемственность основных принципов политики государства в сфере национальной безопасности? Главное. Не ломаем ли мы, а совершенствуем это, мое вы знаете, фундаментальное требование к любым преобразованиям. Второе. В феврале прошлого года провели референдум и большинством голосов приняли новую конституцию. Включили целый перечень важнейших для нашего общества положений. Каким образом они отражены в концепции и какое развитие при этом получили? Третье. За прошедший период у Беларуси как независимого, суверенного государства возникли новые национальные интересы. Они также требуют концептуального закрепления системы обеспечения национальной безопасности. Насколько полные и объективные эти интересы отражены в концепции? Предусмотрены ли дополнительные меры по их защите? Четвертое. В отличие от ряда стран, в том числе постсоветского пространства, где подобные документы носят закрытый характер, мы договорились, что ничего прятать не будем. Это мое принципиальное требование, вы также знаете. Мы прямо и открыто должны заявить о приоритетах, показать мировому сообществу транспарентность нашей политики, надежность Беларуси как ответственного партнера. Но наши партнеры при этом должны знать, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности. Еще раз повторяю. Белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В случае любой агрессии, как я уже не раз говорил, ответ будет быстрым, жестким и адекватным. Отражают ли новое положение концепции эту мировоззренческую позицию белорусов, давно исчерпавших лимит войн и революций? Поэтому еще раз акцентирую внимание присутствующих. Данный документ должен быть предельно откровенным, открытым и понятным. Необходимо четко обозначить, какие вызовы для Беларуси мы видим и как планируем обеспечить свою безопасность. Удалось ли решить данную задачу? Как проходит работа по общественному обсуждению концепции? Привлекалось ли научное экспертное сообщество к ее разработке? Или это кабинетный документ, что быть не должно? Особо подчеркну, вы знаете, что теперь утверждение концепции национальной безопасности одного из важнейших документов в жизни нашей страны является одним из основных полномочий Всебелорусского народного собрания. Поэтому разработанный документ должен быть готов к первому созыву его делегатов уже в новом конституционном статусе. То есть на первом заседании ВНС мы внесем для обсуждения и утверждения этот документ. И если делегаты Всебелорусского народного собрания поддержат его, он вступит в силу. В связи с этим при рассмотрении данного вопроса необходимо детально обсудить все практические меры. Это что касается концепции. Сегодня мы также рассмотрим проект закона Беларуси о народном ополчении. Чтобы не было информационных спекуляций на данную тему поясни, в нашем государстве выстроена эффективная система обороны государства. Ее основа – вооруженные силы. Именно они решают наиболее важные задачи, требующие концентрации всех усилий государства по его защите. В то же время борьба с преступностью, охрана общественного порядка, общественная безопасность, сфера компетенций органов внутренних дел и внутренних войск и в мирное, и в военное время. Для обеспечения спокойного функционирования государственных органов и организаций, объектов экономики, инфраструктуры Беларуси в условиях военного времени созданы территориальные войска. Другие силовые органы в рамках компетенции решают также задачи по обеспечению обороны государства. Но ситуация непростая. Я уже не раз говорил, каждый мужчина, да и не только мужчина, должен уметь как минимум обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого. Многие это понимают. Поэтому мной была поставлена задача Минобороны совместно с МВД проработать вопрос создания народного ополчения. Проект соответствующего закона подготовлен. Мы его также обсудим. Более того, как мне докладывал министр обороны и начальник генштаба, они провели апробацию на практике, попробовали, что такое народное ополчение, создав один из его главных элементов. Они сегодня доложат. Поэтому вот эти два документа мы сегодня должны рассмотреть. Диктатура диктатурой, а советоваться всегда нужно. Приступаем к рассмотрению вопросов. Прошу придерживаться регламента. Вопросы не на «вы». Об этом мы уже не единожды говорили. А вот о конкретике сегодня поговорим и примем соответствующее решение. Слово госсекретарю. Пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники заседания. В соответствии с поручением главы государства, данным на 6-м Всебелорусском народном собрании, межверночной рабочей группой, в которую вошли представители 34 органов и организаций, разработан проект «Новый концепция национальной безопасности». При этом данный документ объективно требовал корректировки и адаптации к современным реалиям. Это вызвано теми процессами и тенденциями в системе международных отношений, которые сформировались более чем за 12 лет его действия. Среди ключевых факторов, послуживших основанием для активизации нашей работы, следует выделить следующее. Первое. Фактическое переформатирование существующей модели мироустройства. Сегодня мы видим отчетливые предпосылки к формированию многополярного мира. Это порождает все больше противоречий и кризису. Соединенные Штаты Америки не справляются с ролью мирового жандарма и уже не являются доминантами в глобальной политике, хотя их влияние сегодня также велико. Продолжение следует...